Добрый вечер, коллеги, еще раз. Рад всех приветствовать на нашем очередном вебинаре с легендой трейдинга доктором Александром Элтером. Сейчас я немножко расскажу о том, как будет проходить данный вебинар, немножко расскажу о нашей компании и, собственно, дальше мы двинемся уже в мир изучения финансовых рынков. И Александр поделится своим мнением о том, что же сейчас происходит и какие есть интересные моменты и есть интересные ситуации. Наш вебинар называется «Трейдинг управа края экрана». Это название серии вебинаров доктора Элтера. Сейчас я также сделаю демонстрацию экрана. Одну минуту. И, как всегда, перед началом это небольшое предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками в первую очередь и не стоит об этом забывать при торговле также на реальном счете. Вся эта информация, которая будет даваться в рамках этого вебинара или всех других вебинаров, не должна восприниматься как прямая рекомендация к действию, а дается только в целях вашего обучения и ознакомления. Несколько слов скажу также о компании «Адмирал Маркетс». Также вопрос к всем участникам. Очень интересно. Давайте посмотрим, кто у нас. У нас я видел уже в чате достаточно много клиентов, кто с нами работает. И также есть те, кто пришел впервые на наш вебинар. Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 1, если вы уже торгуете с «Адмирал Маркетс». И если вы пока еще не торгуете, если у вас еще нет реального счета, то поставьте цифру 2. Заодно посмотрим, какое у нас соотношение участников здесь присутствует. Несколько слов о нашей компании «Адмирал Маркетс». «Адмирал Маркетс» является брокерской компанией. Мы предоставим услуги по таким рынкам, как валютный рынок, фондовый рынок. Одним из наших направлений является как раз маржинальная торговля с использованием CVD инструментов. На рынке мы уже порядка 18 лет работаем под различными лицензиями, под различными юрисдикциями с большим количеством стран, в том числе Россия, Украина, страны СНГ, Европа. То есть здесь мы работаем с этими странами. Для наших клиентов мы предоставляем для работы одну из самых удобных торговых платформ – это MetaTrader 5. И сегодня как раз все, что мы будем разбирать на данном вебинаре, все, о чем будет говорить Александр, все те инструменты, которые он будет показывать, которые он разработал, будут представлены как раз в платформе MetaTrader 5. Также мы предоставляем удобные способы пополнения счета, вывода, фактически без комиссий по ключевым платежным системам. Ну и также уже, если говорить о конкретике, то мы предоставляем, ну я не могу сказать, что мы предоставляем лучшие торговые условия, но по крайней мере вы можете сравнить с теми брокерами, с кем вы работаете. Возможно, по каким-то инструментам вы найдете для себя более оптимальные условия. То есть, например, тот же пара евро-доллар, комиссия начинается от 0,6 пункта, и в этом случае нет комиссии. То есть здесь только спред, ну и индекс DAX 30, который, ну и в принципе торговля фондовыми индексами очень интересна в последнее время, это 0,8 пункта. В целом, Admiral Markets предоставляет более 8 тысяч торговых инструментов. Это, как я уже сказал, и валютный рынок, и фондовый рынок. Мы предоставляем их как с торговлей с плечом. Также мы запустили в прошлом году счет Admiral Invest, на котором торговля идет без плеча, то есть это вот классическая торговля, менее рискованная. То есть, в принципе, если вы только делаете свои первые шаги, то, наверное, было бы удобнее начать именно с этого счета, потому что там нет кредитного плеча, и риск потери, он уменьшается. То есть есть возможность больше что-то попробовать, да, что-то применять. И всегда, когда у вас есть регистрация в компании, вот вы регистрируете на этот вебинар, с вами связывался ваш персональный менеджер, который вас приглашал, и в том числе все ваши вопросы, которые будут возникать, будут режаться на удобном вам языке, да, в данном случае вебинар у нас идет на русском языке, соответственно, у вас также есть персональный менеджер, который вам может помогать по всем вопросам на русском языке. И также в формате наших вебинаров у нас есть несколько форматов, которые мы проводим вместе с доктором Элдером. Это открытый формат и закрытый формат. Сегодня у нас формат открытый, то есть все присутствующие получили свободный доступ. Помимо этого, то здесь мы поговорим о текущей ситуации, да, то есть что на рынке происходит, Александр поделится своими мыслями. Но также в целях обучения важно разбираться в каких-то темах более специфичные. И как раз для этого у нас проводится серия вебинаров для клиентов Admiral Markets. Клиент Admiral Markets – это тот человек, у которого, по крайней мере, есть реальный счет. Торговать на нем не обязательно, но если бы вы хотели посещать закрытый вебинар с доктором Элдером, то вы можете зарегистрировать кабинет трейдера, открыть реальный счет, пополнять, как я уже сказал, его не требуется, но в этом случае вы получите доступ также и к закрытым вебинарам. Вот следующий вебинар у нас пройдет уже 22 октября, и тема его будет – это дневник трейдера. Как его правильно вести, как его правильно составлять, на какие моменты стоит уделять внимание. Ну, я думаю, что Александр еще далее чуть подробнее также об этом скажет. Ну и, безусловно, немножко опередив ваш вопрос, запись вебинара, она обязательно будет доступна на нашем YouTube-канале. Закрытые вебинары предоставляются также по закрытой ссылке, но в целом переходите по ссылке, которую я сейчас добавлю в чат, на наш YouTube-канал, и там, подписавшись на него, вы сможете смотреть различные обучающие материалы, аналитику, и также мы запустили проект «Трейдинг онлайн». То есть есть трейдер, который торгует на своем счете и рассказывает о том, что он делает в режиме реального времени. Также один из учеников проекта «Спайк Трейд» с сайта Александра Элдера, Игорь Доришенко, также проводит каждую неделю обзор своих идей, которые выкладываются также на наш YouTube-канал. Ну и немножко представить Александра, профессионального трейдера, мировой авторитет в области биржевой торговли. Ну и всем, я думаю, что известен, в первую очередь, по книге «Как играть и выигрывать на бирже». Для многих эта книга стала первой, первым начинанием именно биржевой торговли. Ну и я приложил небольшую цитату, которую вы сейчас для себя можете почитать, смысл которой заключается в том, что гораздо удобнее учиться на чужих ошибках, тем более, если уже кто-то совершал, тем совершать свои. Ну, по крайней мере, это будет несколько дешевле. Ну и я готов передать слово Александру, поэтому принимайте микрофон, и давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках, какие-то интересные торговые идеи, ну и будем рады это услышать. Роман, спасибо большое. И, вы знаете, в первую очередь мне нужна ваша техническая помощь. Вы включили мой микрофон на обещание, или мне нужно что-то сделать с этого конца? У вас микрофон доступен, то есть вас слышно, все участники вас слышат. Прекрасно. Пол, спасибо большое за приглашение. Всегда приятно пообщаться на родном языке. Как многие из ваших посетителей, ваших клиентов знают, я родился в Ленинграде, вырос в Советском Союзе, и в достаточно юном возрасте сделал это ноги. Я работал на советском пароходе, с которого я бежал в Африке и получил политическое убежище в Соединенных Штатах, приехавший сюда с 18 долларами в кармане. Так что все, что у меня есть, я заработал сам. Я живу в американской среде, по-русски разговаривать приходится довольно редко, но, к счастью, язык я не забыл. Сны даже снятся на английском языке, но когда я просыпаюсь, я все еще не забыл, как разговаривать на русском. Краткий комментарий на тему того, что вы сказали раньше. Это то, что этот вебинар не предназначен как что покупать сегодня, что продавать завтра. Такой совет был бы, попросту говоря, глуп, потому что я не знаю ни финансового положения людей, которые смотрят этот вебинар, ни их отношения к риску, ни их терпимости к риску. Поэтому советовать что-то покупать или продавать, это совершенно нереально. Но при этом я чувствую себя глубоко обязанным четко выразить свое мнение о рынках и высказать, что я о них думаю, и, возможно, посмотреть какие-то интересные акции и фьючерсы. Поэтому, когда я описываю что-то вот так вот вслух, то это как будто я думаю про себя, как я подхожу к этому рынку, как я занимался бы трейдингом на этом конкретном рынке. То есть вебинар состоит из того, что я как бы думаю вслух и делюсь с вами своими соображениями. Что абсолютно важно, абсолютно важно для любого трейдера. Это вдобавок к хорошим идеям, что купить, что продать, что закоротить, держать контроль над риском. И, по-моему, если я не ошибаюсь, Роман, это тема одного из наших будущих вебинаров. Как контролировать риск. Но очень вкратце высказаться на эту тему, человек, особенно человек с маленьким счетом, который ставит какие-то большие сделки, практически обречен на проигрыш, потому что невозможно быть успешным по всем сделкам. И независимо от того, даже если качество вашего анализа очень высоко, на рынке всегда присутствует определенная хаотичность. Человек, который аккуратно контролирует риск, столкнувшись с хаотичностью, теряет крошечный процент своего счета. Человек, который не контролирует риск, столкнувшись с хаотичностью, может потерять 10, 20, 30 процентов своего счета. А это то, что я называю укусом акулы. Когда пловца кусает акулы, откусывает у него, допустим, ногу или руку, то на этом его плавательная карьера закончена. Даже если он выживет, то плавать уже больше не сможет. Конечно, в трейдинге это немножко легче, в том смысле, что даже если акула вас насмерть загрызет, вы можете себе, так сказать, купить новую жизнь, открыв новый счет. Это ошибка, как раз в севере. То есть это случается со многими. Когда я начинал заниматься трейдингом, у меня не было учителей, и это проблема, с которой я сам сталкивался несколько раз, практически уничтожая свой счет. Но постепенно, по мере того, как мой счет рос, я понял, что контроль над риском колоссально важен. И у меня есть абсолютно конкретные формулы, как я контролирую риск. И самым главным, одним из самых главных правил является то, что, входя в каждую сделку, у меня есть совершенно четкая цифра, какие деньги я готов потерять. То есть большинство людей, когда заходят в рынок, ой, я хочу заработать на этом, хочу заработать на том. Да, все мы хотим, я тоже хочу, и это часто получается, но не на 100%, не всегда. И поэтому гораздо более важная цифра, это не то, что я хочу заработать, а сколько я готов потерять. Какова реальная практическая потеря по этой сделке? И когда вы знаете эту цифру, когда у вас стоит стоп-приказ, или если у вас есть дисциплина, вы просто сидите перед экраном, этот стоп-приказ записан на бумажке, чтобы отдать его брокеру, если ваш рынок коснется этой цифры, то только так можно и выжить. Человек, который не контролирует риск, обречен на потерю своего капитала, своего счета на рынке. Контроль над риском, контроль над риском, контроль над риском. И, конечно, еще то, о чем Роман упомянул, вкратце мы будем обсуждать в следующие месяцы. Как вести дневник трейдера? Когда я вхожу в сделку, у меня всегда есть две цели. Первая цель, естественно, сделать деньги. Могу я достичь этой цели в 100% случаев? К сожалению, нет. Как я сказал, на рынках всегда есть уровень хаотичности, и 100% успеха невозможно. Но у меня есть и вторая цель. Стать лучшим трейдером. И вот эта цель, которую я достигаю в каждой сделке, потому что, когда начинаешь вести дневник трейдера, то не просто вот бежишь вперед, наступаешь на грабли, почесал лоб, побежал дальше, опять наступил на грабли. Когда ведешь дневник, то постепенно понимаешь, где эти грабли лежат, и перестаешь на них наступать, по крайней мере, наступать с такой живостью. Поэтому колоссально важные принципы для трейдера – это контроль над риском и учиться на собственном опыте в ведении дневника. Ну, это такое вводное слово. А сейчас, Роман, я думаю, мы перейдем к тому, что посмотрим на сегодняшние рынки. Давайте взглянем, может быть, на ключевые рынки акций, на немецкий DAX, на английскую FTSE, ну и, естественно, на нашу американскую S&P. А после этого начнем смотреть, может быть, какие-то более конкретные сделки, включая те, которые запрашивают наши участники вебинара. Да, то есть в конце вебинара также будет, ну и в ходе вебинара все могут оставлять свои вопросы, свои пожелания. Мы обязательно их вернемся и посмотрим. Но сейчас можем тогда начать с индекса S&P 500. Сейчас очень интересно то, что находится на локальных максимумах и возникает вопрос, что уже делать дальше. Ждать ли дальнейшего роста или, возможно, уже пришло время коррекции. Роман, я, к сожалению, не вижу вашего экрана. Я вижу, так сказать, только свою светлую личность в маленьком окошке. А вот сейчас выскакивает что-то. Нет, я не вижу вашего экрана. Как мне его увидеть? Так, попробуйте развернуть основное окно вот вебинара. Там должно у вас появиться. Так, смотрим. Одну секунду. Замечательно. Замечательно. Все увидел. Отлично. Все увидел. Прекрасно. А, кстати, мое лицо транслируется или только я сам себя вижу здесь? Транслируется тоже, да. Окей. Тогда я должен сказать, если вы меня изредка видите зевающим, это не потому, что я скучаю на этом вебинаре, а потому, что я только вчера прилетел из Европы, и у меня еще происходит адаптация к семичасовому переводу времени. Такое заранее извинение. Вот. Смотрим на графики S&P. Значит, один из ключевых принципов... Спасибо, Роман, очень хорошо. Один из ключевых принципов анализа любого рынка для меня является то, что я хочу смотреть на долгосрочный график и на краткосрочный. В данном случае с левой стороны экрана недельный график, с правой стороны экрана дневной. Недельный график, значит, каждый столбик или каждая свеча, если хотите, отражает одну неделю, хотя последний столбик, последняя свеча отражает не полную неделю, а только то, что началось вот с утра в понедельник и до этой минуты. И это то, где я принимаю стратегические решения. Играть на повышение, играть на понижение. С правой стороны дневной график. Приняв стратегическое решение на недельном, я перехожу на дневной. И на дневном графике еще только точку входа и точку выхода. Смотрим недельный график. Ключевым пунктом является вот этот очень глубокий выпад, который вы видите возле левого края. Это был декабрь 2018 года. На рынке была жесточайшая паника. Слабые игроки были все выбиты. И после этого рынок четко пошел вверх. Первый взлет. И потом реакция, которая опустила этот рынок ниже зоны ценности. Я надеюсь, вы читали мои книжки и знаете, что я имею в виду, что под зоной ценности я имею в виду зону между медленной и быстро скользящими средними. Следующая стадия бычьего рынка. И опять в июле, в августе особенно. Падение ниже зоны ценности. И вы видите, как сначала происходит очень резкий выпад. И вот такой вот столбик, который начинается плоско, сильно бьет вниз, а заканчивается у самой верхушки. Я называю такую фигуру хвостом кенгуру. И обычно рынок отталкивается от своего хвоста, как кенгуру, и бежит выше. Это то, что происходило и продолжает происходить в сентябре. У правого края рынок замер. СНП осталось меньше 10 пунктов, чтобы достичь исторического максимума. И СНП замер вот в этом месте. Если мы посмотрим чуть ниже, где вот эта полоса цветная, вы видите, что последний бар в этой полосе зеленый. Это значит, что импульсная система стоит все еще на повышение. Нам разрешено покупать. Разрешено стоять в сторонке, если вы хотите покупать. Но запрещено играть на понижение. В то же самое время, посмотрев чуть-чуть ниже, мы видим там индикатор, который называется MACD гистограмма и MACD линии. И вы видите, как эта гистограмма застыла где-то около нулевой отметки. То есть, стоит ей чуть-чуть начать опускаться, и у нас получится медвежья дивергенция. То есть, более высокий уровень цен и более низкий уровень гистограммы. Это был бы очень медвежий такой знак. И поэтому от недельного графика поступает очень мало полезной информации в данный момент. Рынок, как затянутая пружина, готов выстрелить и в ту сторону, и в эту. Я очень люблю говорить такие вещи. Я гораздо больше предпочитал бы сказать, мы стоим четко на повышение, мы стоим четко на понижение. Но в данный момент рынок закручен в такую жесткую спираль. Поворачиваемся к правому краю, где у нас дневной рынок S&P. И мы видим, во-первых, что ралли, которое произошло в сентябре, был очень сильным. Мы это видим по высоте индикатора MACD гистограмма, на который сейчас как раз показывает Cursor. Это показывает, что быки очень сильны. У правого края происходит коррекция. И мне видится, что вот эта вот коррекция последних нескольких дней имеет четкую политическую подоплеку. Рынок любит президента. Президент Рынок избрали, на следующее утро Рынок встал на хвост и полетел выше и продолжал подниматься. Но у президента жесткие политические бои с демократами. И сейчас на него происходит накатка. Демократы думают, что могут начать против него процесс импичмента. Импичмент – это лишение президента легального иммунитета. То есть, получив импичмент, президент подвергается суду в Сенате. Это то, что произошло с Биллом Клинтоном лет 15 тому назад. Значит, пытаются прокатить импичмент. Получиться это, скорее всего, не получится, потому что уже нехватка голосов. Я уже не говорю о том, стоит ли это дело импичмента вообще. Но даже если бы оно и стоило его, то просто нехватка голосов. Просто люди создают скандал. Но, тем не менее, рынок… То есть, скорее всего, это, как говорится, буря в стакане воды. Но рынок боится неприятностей. И поэтому в последние дни рынка, как только что-то новое выкатывают, то рынок начинает дрожать и падать. Это произошло во вторник. И это происходит опять сегодня. Импульсная система у правого края красная. Это значит, что цена ниже ценности, цена ниже зоны ценности, и МСД гистограмма падает. Но мы видим, что гистограмма уже ниже нуля. И он… Этот индикатор приближается к зоне, где донышки, как правило, формируются. То есть ситуация очень напряженная. И, как говорится, с одной стороны, с другой стороны. Когда я ловлю себя на том, что я начинаю думать с одной стороны это, с другой стороны то, то, во-первых, если это касается конкретной акции, когда я ловлю себя на том, что я говорю с одной стороны и с другой стороны, я как бы плюю на пальцы, переворачиваю страницу, пошли посмотреть следующую акцию. Я хочу торговать только теми инструментами, которые как рука вылезают из экрана, хватают у меня за лицо и говорят – торгуй мною. Если не я, то кто? А когда рынок в таком напряжении, самое простое – перелеснуть и искать другого рынка, другой сделки или просто посидеть и подождать. Но, с другой стороны, у меня есть еще другой подход. Я сейчас спрашиваю. Если кто-то мне представил пистолет в голове и сказал – «Алекс, ты должен сделать сделку по S&P». Покупай, продавай. Что ты сделаешь? Не сделаешь сделки – я стреляю. Я бы купил. Потому что одним из ключевых правил технического анализа, одним из принципов технического анализа – что сделка, тренд остается в силе, пока нет фактов о его развороте. Глядя на недельный рынок, мы видим, что тренд по-прежнему в силе. Скользящие средние поднимаются. Цена недельного графика выше, слева, выше зоны ценности. А на правой стороне экрана, где дневной график, происходит то, что по-английски называется pull back to value – возврат к ценности. И, как правило, это возможность купить акции, которые временно поступают в распродажу. Вот такое у меня мнение. Если я не обязан торговать и могу подождать, я просто постою в сторонке. Если условия говорят – Alex, ты должен торговать этим рынком. Я бы все-таки продолжал торговательное повышение. Давайте глянем, может быть, еще на пару европейских индексов. Посмотрим, например, на Англию. Сейчас вот добавил DAX, можем начать с него и потом тогда добавим в футсию. И вот пока загружается график, есть вопрос от участников. То есть, я думаю, что можно было бы сразу его разобрать. Да, конечно. Вопрос по поводу скользящих средних. То есть, какой период вы используете? Вы знаете, насчет скользящих средних. Волшебных цифр нет. Не то, что, знаете, допустим, 25 – это хорошая цифра, а 24 – это уже не так хорошо. Самое главное, что эти две скользящие средние должны соотноситься друг с другом примерно как два к одному. Медленная скользящая средняя должна быть примерно вдвое медленнее, вдвое длиннее, чем короткая скользящая средняя. И цифры 26 и 13, 24 и 12, 22 и 11. Вот так вот примерно. То есть, медленная скользящая средняя где-то между 20 и 30, а быстрая примерно половина этого размера. Понял. Вы загрузили DAX, да? Да, я загрузил DAX. Прекрасно. Можно чуть-чуть с левой стороны уплотнить этот DAX, чтобы больше увидеть историю немножко. Да. Отлично. Опять-таки, мы видим совершенно истерическое дно в DAX в декабре прошлого года, когда рынок выпал из своего конверта, выпал ниже нижней кромки конверта. И с тех пор, что начался тренд вверх. И очень упорядоченный тренд. Взлет и падение чуть ниже скользящих средних. Взлет – падение к скользящим средним. Взлет – падение чуть ниже скользящих средних. Взлет – падение ниже скользящих средних. То есть, сейчас происходит ралли, и если эта динамика повторится, то ожидаем того, что цены повысятся. Смотрим на дневной график, и здесь очень приятная картина. Скользящие средние обе растут. За последние две недели цена упала в зону ценности между двумя скользящими средними. И если МСД гистограмма очень низко, эта зона разворота уже вполне может быть, индекс силы еще ниже ослабел, но это нормальное явление при падающем рынке. И вся эта фигура похожа на то, что я называю возврат к ценности. По-английски это pull back to value. То есть, уровень ценности четко поднимался в течение нескольких месяцев. И тут вдруг такая небольшая паника на рынке, и DAX упал к зоне ценности. Сегодня она начинает уже как бы выкарабкиваться из нее. То есть, здесь я бы даже... Вам не пришлось бы держать пистолет в моей голове, чтобы я купил этот рынок. Здесь бы я очень серьезно разработал покупку. Опять-таки, напомню вам. Рынки покупаются не потому, что график хороший. То, что график хороший, это только как сигнал. Этот рынок можно, нужно купить. Рынки покупаются от того, что цифры складываются правильно. Задаем вопрос, по какой цене мы покупаем? Какова наша мишень? Где у нас защитный стоп? И потом смотрим, по этим параметрам имеет смысл покупать эту акцию или нет. В данном случае это не акция, а фонд индекс. Посмотрим DAX, может быть. Не DAX, я оговорился. Посмотрим FUTSI. Опять-таки, да? Да. Ну и также пока сейчас загружается, тоже один из вас уже участников озвучил по поводу индикаторов. МССД. Какие параметры там вы используете? Вы знаете, стандартные параметры, которые описаны во всех моих книжках, это 26, 12 и 9. Я пользовался этими параметрами много лет. Но несколько лет тому назад я начал замечать, что когда я посещаю офисы трейдеров в разных частях мира, в Австралии, в Германии, повсюду, все пользуются одинаковыми параметрами. И я стал опасаться, что пользуясь теми же параметрами... То есть трейдеры ленивы в своей массе. Параметры даны в книжке, все пользуются теми же параметрами. И когда я заметил это, я стал опасаться, что я сейчас начинаю, как говорится, по-английски называется, наступать на собственные шнурки ботинок. То есть то, чем пользуются все, не имеет смысла пользоваться этим. Потому что все действуют по одному сигналу, и поэтому человек, у которого есть индикатор, он больше не имеет преимущества. Поэтому я немножко изменили параметры на то, что в книжке, но они чуть-чуть изменены. И такой вот вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, эти параметры стоит сделать помедленнее, чтобы сигнал получить позже остальных, или чуть-чуть покороче, чтобы сигнал получить раньше остальных? Такой вопрос уже к вам. Пошли ответы быстрее, короче, короче, покороче, быстрее. Понимаете, я не хочу давать вам конкретную цифру, потому что я живу сам с этой цифры, но я вам даю логику ответа, по которой трейдер, который не ленив, уже сам что-то разработает. Причем сильно менять не нужно. Чуть-чуть, и вы уже не в толпе. Всегда стоит задать себе вопрос, что делает толпа, и поступать наоборот. Потому что толпа, в принципе, всегда должна потерять деньги. Вот так вот. Значит, мы смотрим на Фуци. Недельный график. В общем, похожая система на DAX. В декабре была жесткая паника, и с той поры Фуци стала подниматься. Но тут еще особый уровень сложности, связанный с Брекситом. И мы видим, как где-то два месяца назад, видим, были какие-то замечательные новости. Фуци взлетела, коснулась верхнего конверта. Неделю спустя уже достигала почти нижнего конверта. То есть у Фуци была такая очень неанглийская истерика. Как ребенок, который падает на пол и начинает бить руками и ногами по полу, чтобы добиться от родителей чего хочет. Такая вот истерика происходит. И эта истерика сейчас немножко устаканилась, и Фуци у правого края экрана сидит на зоне ценности. Последний сигнал бы чуть был на покупку. Поэтому, если бы кто-то мне прислал пистолет в голове, мне пришлось бы купить Фуци. Но никакого желания покупать Фуци у меня нет, потому что эта истерика, боюсь, еще не закончилась. Ситуация слишком подвижная, слишком волатильная. Дядя на правый край, импульсная система стала, была синей, потом чуть нейтральной, потом стала желтой. Извините, стала красной, медвежьей, и сейчас у правого края зеленая. То есть, слишком волатильная, слишком волатильная ситуация. Трудная ситуация. А у меня подход такой. Я хочу легких сделать. Если сделка трудная, как вот сделка с британским индексом, зачем тратить на нее время? Пойдем поищем что-нибудь попроще и получше. Вот так вот. Значит, вкратце просуммировать. И американский индекс S&P, и немецкий DAX в долгосрочном отношении сильный. В краткосрочном... Давайте, может быть, вернемся на секунду к DAX, если показать еще раз. Вот так вот, да? Да. Долгосрочный тренд вверх. А на дневном графике с правой стороны происходит, так сказать, pull back to value. Возвращение к зоне ценности. Поэтому мне даже не нужно было бы очень сильно удорожать пистолетом, чтобы купить эту акцию. То есть, купить этот индекс. Все боятся, но большой тренд-то вверх, а краткосрочный тренд опустился ниже разумного уровня. Рынок – это дорога с двухсторонним движением. Движется и вверх, и вниз. И в данном случае я хочу ехать по правильной стороне покупать. Вот так вот. Насчет индекса. Роман, мы можем посмотреть какие-то индивидуальные акции или какие-то из более общих вопросов. Я с новостями отвечу. Можем посмотреть золото как один тоже из таких довольно-таки интересных инструментов, который особенно растет в последнее время. Вот сейчас я его добавил. А можно левый график, недельный, так, сильно уплотнить, показать длинную историю золота. Может быть, даже развернуть этот левый поставленный график на весь экран. Вот так вот, да? И еще уплотнить. Окей. У левого края графика мы видим, как золото взлетело до 1900 долларов за унцию, продержалось в диапазоне после этого около года и стало падать. в центре экрана, это был, по-моему, 2014 год, в самом центре, вот здесь вот, цена упала до ниже цифры. 1039. 1039. То есть, чуть-чуть выше тысячи, чуть-чуть выше тысячи. Золото много лет назад преодолело рубеж в тысячу долларов за унцию. То есть, где-то тысячи долларов за 30 грамм, это в среднем, значит, где-то 35 долларов за грамм. и пробив вот этот уровень, золото уже ниже него не опускается. Расширим график, чтобы можно было лучше посмотреться. Окей, спасибо. Мы видим, опять-таки, ценность технических инструментов. Мы видим конверт, наложенный на график золота, и мы видим, как у левого края и, опять-таки, больше половины происходят панические спады золота, где оно пробивает нижний свой конверт. Сейчас золото, у золота истерика в противоположном направлении. Золото идет вверх, вверх, вверх. Поэтому довольно просто сказать, тренд вверх, и если что-то делать с золотом, то это играет на повышение, а не на понижение. Посмотрим дневной график. Левый тоже, да? Недельный график. Что отражает колоссальную силу быков на недельном графике, это то, что MACD гистограмма достигла нового пика на последнем ралли. То же самое с индексом силы. Они оба достигли нового пика. Это показывает, что более высокие цены привлекают участников. Теперь может быть мы закроем этот график и посмотрим на дневной график золота. А вот справа дневной график золота. Когда я вижу график, который сидит верхом, как бы сказать, свесив ноги с каждой стороны на уровне ценности, то у меня быстро пропадает интерес к торговле этим инструментом. Золото у правого края дневного графика правильно оценено. Трейдер делает деньги, когда покупает недооцененный товар. Или когда пройдет на понижение переоцененный товар. Эти недооценки, переоценки обычно случаются в сезон. То есть золото опустилось немножко и золото сидит четко вот взвесив ноги по обе стороны зоны ценностей. И это позволяет мне думать, что во-первых хорошей сделки в данный момент нет, я бы купил, я бы скорее хотел купить, но купить ниже уровня ценности. Роман, еще какие-то вопросы или посмотрим какие-то акции? Можем посмотреть акции, можем посмотреть те, которые вы прислали. У меня как раз была вчера встреча по интернету с несколькими коллегами и акции, которые я вам покажу, это не мои акции, это акции, которые они нашли и мне показали. Роман, я в поисках часов нет, я оставил в другой комнате, который час сейчас не могу найти. 18.43. А, прекрасно, то есть у нас еще есть минут 20 где-то. Давайте посмотрим несколько интересных акций. Как насчет FOXA? FOXA? Да, ее добавил сейчас. Спасибо. окей. Это акция очень крупной телевизионной такой развлекательной фирмы, крупней, одной из крупнейших в стране. недельный график показывает фигуру, которой я очень люблю торговать. Эта фигура еще не совсем закончена, но она называется, по-английски называется false breakout reversions, ложный выпад с дивергенцией. Что происходит? Эта компания FOXA, кстати, компания называется FOX, как леса, но есть два класса акций, FOXA и FOXB. Мы смотрим на FOXA. Мы видим, как эти акции сильно упали, где-то от 50 с чем-то до 30 долларов за акцию и медленно продолжает опускаться. Была короткая ралли, которая подняла цены в этом мае в зону ценности и потом FOX упала опять. Индекс силы, извините, импульсная система у правого края красная. Мы видим это по этой цепочке баров. Что очень интересно, что очень позитивно. Мы видим, что когда FOX обвалился в начале этого года, как глубоко упал индикатор МСД гистограмма. Это показывает колоссальную силу медведей. После этого произошло ралли, цены на золото поднялись в зону ценности и МСД гистограмма поднялась выше нуля. Я называю это сломали спину медведев. А потом цены опускаются опять. И теперь посмотрите на глубину индикаторов МСД гистограмма. Их без увеличительного стекла толком не видит. Это показывает, что спад происходит по инерции и настоящей силы медведей там нет. То есть это инструмент в ожидании спички. Вспыхнет, зажжется и полетит. Смотрим, то есть я бык по отношению к этой акции, но еще нет, еще нет. Скоро, но еще нет. Поворачиваем, смотрим на правую сторону экрана. правая выглядит еще лучше, чем левая. Мы видим, что в центре графика, Роман, если вы поставите корсор над самой низшей точкой С, вот где-то да, вот над этим, какова низшая точка этого графика? 31,49. Спасибо. А теперь смотрим на третий, от правого края третий бар. Насколько он глубок? 31,47. То есть вот этот ложный выпад происходит. Производит ложный выпад, то есть какие-то умники купили эту акцию и поставили защитный стоп на цент ниже. И все. Профессионалы толкнули рынок сквозь этот стоп, купили проданные им любителями акции по дешевке и на прошлой неделе был очень сильный взлет. А теперь посмотрим на низшую точку этой недели. Сколько? 31,40. То есть вместо 30, а было 31,49. Значит просто представьте себе акция, которая стоит 31 доллар с копейками опустилась на 7 центов ниже. это ничего. То есть вот это ложный выпад, ложный выпад очень слабенький. В то же самое время смотрим на MACD гистограмму, смотрим на MACD линии, смотрим на индекс силы, все это ниже графика цен, и вы видите бычьи дивергенции, сплошные бычьи дивергенции. Напомню, для того, чтобы произошла легитимная дивергенция, нужно, чтобы было два дна, первое глубже, второе мельче, но чтобы между ними точно был бы взлет цен. Вот это определяет дивергенцию, потому что бывает иногда просто MACD гистограмма слабеет либо выше, либо ниже нулевого уровня. Это не дивергенция. Вот это что вы видите на экране, это классическая дивергенция. И очень занятная акция, за которой я внимательно слежу. Кстати, думал я сегодня купить, но сегодня рынок слаб, и поэтому спешкой особой купить ее нет. Посмотрите, может быть, под закрытие рынка, а может быть, завтра, а может быть, на следующей неделе. Но это четко входит в мой список. есть еще пара акций, которые мы можем обсудить. Или, Роман, если у вас от нашего участника поступили вопросы, я с удовольствием отвечу на них, чем обсуждают собственные идеи. Ну, здесь поступили вопросы в целом, ну, может быть, пару слов, то есть, пока я открываю акцию от участника, как вы отбираете акции? Вот буквально несколько слов от вас. У меня есть три источника, откуда я пью, можно сказать. Один источник требует работы, другой ленивый, третий так, посередине, но больше ленивый. Значит, источник, который требует работы. Каждую субботу и воскресенье, каждый уикенд, у меня написаны сканы, причем, я не программист, я сканы не пишу, но у меня есть блестящий программист в Чикаго, я ему должен написать свою идею, и он пишет мне скан. У меня есть, я сканирую свое поле акций, на дивергенции недельных графиков, дивергенции дневных графиков, и на экстремальные точки индекса силы. Значит, я сказал, я сканирую свое поле акций. Каждому трейдеру рекомендуется выбрать ограниченное количество акций, и сказать, вот, это вот, я буду искать сделок только среди этих акций. То есть, со временем вы начинаете чувствовать, как они движутся, как они себя ведут, бросаться от одной акции к другой, это далеко не лучший вариант. Нужно набрать какое-то число акций, с которыми вы комфортно работаете. И для меня эти акции, мое поле довольно большое, просто потому, что уже опыта много, мое поле это все акции, которые являются компонентами S&P 500, S&P 500, то есть, это 500 самых крупных акций Соединенных Штатов. Вот я сканирую именно их. Причем автоматические сканы, я глубоко скептичен, автоматические сканы не работают как средство принятия решений. Автоматический скан это так, подсказочка, которая полезна, но это не конец работы. Прогнать 500 S&P 100 через мой скан, 500 акций через мой скан, во времени занимает меньше минуты, а потом я сижу несколько часов и разбираю все акции, которые выскочили на этом скане как возможные настоящие дивергенции. И вот то-то я их смотрю и принимаю свои решения. Вот это мои сканы. Недельные дни до MACD и скан по экстримам для индекса силы. А кроме того, есть более ленивые методы. Вместе со своим другом и партнером по работе я веду группу, которая называется Spike Trade. И в этой группе участники есть на двух уровнях. Есть обыкновенные участники группы, а есть элитные участники, их 15 человек. И элитные участники обязаны каждый уикенд показать свою самую лучшую сделку на следующей неделе. и это все появляется на нашем сайте в воскресенье. Я говорю себе всегда 15 будет одна сделка, которая подает мне. Как правило, это происходит. А кроме того, я очень слежу за новостью. Не то, что очень слежу, я прислушиваюсь к новостям. иногда выскакивают интересные акции на новостях. Но я должен сказать, что из тех акций и фьючерсов, которыми я торгую с чужой подачей, я думаю, что где-то из 20 различных вариантов я только беру один. Такие у меня источники игры. Сразу же одна из акций участника это акция MLM. просит посмотреть. Фух. Фух. Да. Надо было попросить посмотреть несколько месяцев тому назад, когда она была дешевой. А сейчас акция очень дорогая. Вы знаете, есть несколько способов игры. Кто-то говорит, купи дешево, продай дорого. Кто-то говорит, купи дорого, продай еще дороже. И мне первый метод более по сердцу. Я не люблю ни за кем гоняться, ни за людьми, ни за акциями. Эта акция уже бежит. Если бы я должен был торговать этой акцией, то я посмотрел бы на дневной график, который справа, и сказал бы, четко тренд идет вверх. Но при этом каждой несколькой недель происходит паника, и акция опускается, бьет вниз таким вот хвостом кенгуру, и потом ради возобновляется. Поэтому если бы я интересовался этой акцией, то я поставил бы приказ на покупку чуть-чуть ниже зоны ценности. То есть в следующий раз, когда будет маленькая паника, такая, продать, извините, купить ее. А другой приказ, а купивший ее поставил бы другой приказ, если она достигнет уровня верхнего конверта, продать ее. Вот так вот. То есть игра на недооцененность, переоцененность. Эта игра очень часто возникает на рынках. Еще одна акция участника DHI, доктор Хортон. Да. Вы знаете, я смотрю на левый график, на недельник, и я когда вижу такие картины, я их боюсь. В отличие от MLM, кстати, которая прет вверх и очень так уверенно. эта акция сейчас торгуется около своего исторического максимума. Последний штрих, последний столбик возле верхнего конверта, то есть акция четко переоценена. Я смотрю на недельный график и вижу медвежью дивергенцию, с левой стороны вижу медвежью дивергенцию МСД, гистограммы индекса силы, то есть такие привлечивые номера. Но что выглядит очень привлекательно, если вы посмотрите на дневной график у правого края, вы увидите, что акция прет вверх и каждые 10-15 дней легкая паника, и акция опускается к своей скользящей средней. Если бы я хотел торговать этой акцией, то я стал бы выставлять орден на покупку у правого края на уровне вот этой красной скользящей средней, только нужно абсолютно четко помнить, этот ордер нужно сделать платным, активировать его на один день. А если человек, который держит этот ордер, активировать на день, постараться купить с правой стороны на дневном графике, активировать на день, и когда начнется ралли, продать в эту ралли. То есть такая краткосрочная сделка, опять-таки по признаку ценности, покупаем дешево, продаем подороже, потому что покупать дорого и продавать дорого работает для некоторых, не для меня. Давайте я вам покажу может быть акцию, которую меня сейчас очень интересует. Давайте. Тикер такой K-T-O-S King, Томас, Оскар, Сам. Есть. Окей. Смотрим на недельный график сначала. K-T-O-S Я задаю себе зачастую вопрос, какие самые перспективные индустрии в Штатах сегодня. То есть ясно, что покупать акции, допустим, фирма, которая торгует мебелью, или фирма, которая разводит свиней или куриц. Ну да, это все было, это уже большого бума не предвидится. Каков следующий шаг? Какова следующая мода? И одним из ответов для меня на этот вопрос являются дроны. По-русски говорят дрон, да? Да, да, конечно. Дроны. Дроны становятся очень популярными для массы целей. Для массы целей. Например, есть продвинутые фермеры, у которых дрон летает над их полем и передает информацию на комбайн, который движется по этому полю, где резать пониже, где повыше, где нужно полить больше воды, где меньше. Вот такое взаимодействие дрона с техникой. И такого очень много. Я уже не говорю о том, у меня тысячи лет назад у меня очень приятный парень в нашем районе, который мне книжные полки смастерил, такой хороший парень, рукастый. Он нашел себе как-то работу летом ходить пешком под вене высоковольных передач и смотреть, что провода в порядке. Все, этой работы больше нет, потому что вместо того, чтобы парнишку посылать, гулять под этими проводами и отчитываться, посылают дрон, который на хорошей скорости прилетает, снимает все вот так вот. То есть дроны ходят все глубже и глубже в нашу жизнь. Но самое интересное применение дронов это военной техники. И два лидера по военным дронам это Boeing и вот эта компания Kratos называется KTOS. Их последняя новинка реактивные дроны, которые автоматически взаимодействуют с истребителем. То есть истребитель летит в и он окружен группой вот этих относительно дешевых дронов, которые летят вокруг этого истребителя тоже в атаку. То есть преодействовать такой атаке очень трудно. То есть мы любим воевать, у нас всегда что-то происходит, но мы очень не любим когда гибнут наши солдаты. А вот послать такие дроны это самое милое дело. И вот эта вот компания делает военные дроны. Кратос был очень сильный взлет в апреле этого года. Слева мы это видим где апрель на графике. Я, к сожалению, вот в самом центре графика чуть-чуть правее от этого правее, правее, правее. Я, к сожалению, это дело пропустил. Вот еще, еще чуть-чуть. Вот здесь, вот здесь. Смотрел, смотрел, сейчас куплю Кратос и упустил. И значит произошел колоссальный взлет от 15 долларов до 24. А тут не так давно Кратос вышел с докладом о доходах. Рынку доклад не понравился, и Кратос упал очень сильно. Причем, смотрите, произошло, он нарисовал фигуру, вот сразу после падения, которую я называю хвостом кенгуру. Такие плотные бары, и среди них острый бар вниз. Значит, рынок отказался от низких цен. Взлет и опять падение сейчас происходит у правого края. То есть, рынок продолжает молотить в зону поддержки. И если мы посмотрим на дневной график у правого края, мы видим, как индекс силы у самого донышка уже показывает колоссальную бычью дивергенцию. МСД гистограмм все еще только строит дивергенцию. Дивергенция не будет активизирована, пока МСД гистограмм не кликнет чуть-чуть, перестанет опускаться и кликнет на повышение. В индексе силы уже дивергенция состоялась. Вот это акция, которая слежу. Когда имеешь акцию, Джордж Сорос говорит, сначала купи, потом вычисляй. Ну, это шутка, конечно, такая полушутка. Но если просто сказать, это интересная акция, я буду за ней смотреть, посмотрю, надо будет ее купить со временем. Произойдет то, что произошло у меня в апреле. Знал, что надо купить, но упустил момент. А тут купил небольшую позицию, контрольную позицию и держу ее с тем, чтобы увидеть в тот же день, когда эта акция начнет разворачиваться вверх. И на той стадии уже, конечно, докупить до полного размера. Вот такая вот занятная акция. и для меня это самая интересная идея, когда есть, с одной стороны, фундаментальная идея, войны, технология, революционная новая технология, а с другой стороны, технический анализ. Вот это очень сильная комбинация. У нас остается буквально несколько минут, но остальные участники также смогут присоединиться уже к нашему следующему вебинару, который будет в октябре. Но вот пока еще, ну, наверное, один вопрос, может быть, два. Один вопрос интересует, что же думаете о том, что Америка растет уже 10 лет подряд и когда же будет кризис? Есть у вас мысли по этому поводу? Он будет, он будет. Это свойство, то есть это совершенно нормальное поведение свободной капиталистической экономики. Взлет, падение, взлет, падение. Но кризис будет, когда он будет, Бог знает. Могу вам только сказать, что все мои друзья, у которых бизнес в реальной экономике, вот не как у меня, я сижу перед экраном, а те, кто-то режет сталь, кто-то там еще что-то делает, у них у всех только одна проблема, невозможно, очень трудно нанять рабочую силу. В Америке безработица в районе трех процентов. Кстати, безработица среди черных на самом низком уровне за всю историю страны. Все работают, все заняты, все бизнесы кипят, и все боятся краха. Пока люди боятся краха, краха не будет. Когда у людей появится полная уверенность, что все хорошо и будет продолжаться, вот тут-то я начну беспокоиться. Но на данный момент пока еще нет. Кроме того, у нас выборы, у нас в будущем году президентские выборы, как правило, к выборам партия, которая контролирует правительство, имеет рычаги, которые помогут поднять экономику. люди голосуют за кошелек. И поэтому, когда у людей кошелек в хорошем состоянии, то правящая партия, как правило, переизбирается. Поэтому у них есть все стимулы для того, чтобы бум продолжался. А то, что происходит, на самом деле такой спокойный, не истерический бум. Так что крах, ну, естественно, он когда-то будет. Когда? Если вы знаете, напишите мне. Хорошо. Ну, в любом случае, если что-то будет, то это даст возможность что-то реализовать, какие-то идеи. У нас уже подходит к концу время этого вебинара достаточно много вопросов. Также ссылку на регистрацию на следующий вебинар я приложил в чат. И предлагаю также поступить следующим образом, чтобы мы смогли подготовить те вопросы, которые волнуют наших участников. Я также приложу сейчас свою почту. roman.isakov.sobaka.atnuromarkis.com и ваши вопросы к следующему вебинару вы можете написать. Возможно, какие-то мы включим до и построим на этом как раз какую-то новую тему. То есть всегда важно получать обратную связь для того, чтобы было интересно именно то, что волнует наших участников. Замечательная идея, замечательная идея, Роман. Потому что когда вопросы приходят заранее, то всегда можно отобрать самые такие животрепещущие и прекрасные идеи. Полностью поддерживаю вас. Тогда так и поступим. Присылайте ваши вопросы на почту, которую сейчас вы видите в чате. Ссылка на регистрацию следующего вебинара, который будет в октябре, также находится выше. Ну и для тех, кто спрашивал по поводу записи, запись она также будет. И ссылку на наш YouTube-канал, на который можете подписаться и получить соответственно уведомление о том, когда эта ссылка появится. Сейчас я также его приложу. Ну а на сегодня тогда, я думаю, мы будем прощаться. Александр, спасибо вам большое за интересную информацию, как всегда, новые идеи, очень интересно про дроны. Ну, будем надеяться, что то движение с нефтью, ну, каким-то образом эта компания там, возможно, тоже поучаствовала. Ну, не то, что надеяться, возможно, какие-то такие ситуации еще появятся. И тогда уже увидимся на следующих вебинарах, увидимся в следующем месяце и будем дальше рассматривать рынки. Спасибо большое, Роман. С вами очень приятно работать, прекрасная техническая поддержка и как-то уже как-то мы перебрасываем мячик из руки в руку и это дело получается у нас очень гладкое. Благодаря вашему усилию. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, поэтому тогда также всем спасибо участникам, да, за вашу активность, за ваши вопросы и заканчиваем вебинар, останавливаем запись, ну, и увидимся уже в октябре. Поэтому всем спасибо и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok